Текель, Дакель, Дачхунд Эстемология греческая в переводе означает «огренный, темпераментный». Благодаря древнеегипетским фрескам известно, что порода древнейшая, но формирование современного стандарта было заложено в Германии примерно в XVI веке, и окончательный классический облик был принят лишь к концу XIX. Такса – охотник, причем не на самую безобидную животину. Смелый, еще как, в огонь и в воду, только, да, и вперед побежит, только успевай ловить. Такса – это норная собака, которая должна охотиться на лис, барсуков. И ему, ну, не успел, ловить будешь сам. Они просто сами должны заходить в нору и бороться с лисой. То есть там нету ни хозяина, никого, и они должны быть самостоятельными, очень активными. И очень… ну, это даже не агрессия, это как самостоятельность, такая отвага, да. Таксы из-за своего, мягко говоря, непривычного для собаки внешнего вида весьма популярны в мире. Например, представительница именно этой породы стала официальным символом 20-х летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене. Разноцветные собачки присвоили имя Вальди. Также среди знаменитых такс – Гренвиль французского императора Наполеона, Ламп испанского художника Пабло Пикассо, Вадель германского кайзера Вильгельма II, Бром Исаевича и Хина Марковна русского писателя Антона Чехова. Перед таксой устоять сложно. Поглядите, просто орел! Эти две малые архитектурные формы появились в озонах Приморского бульвара как дополнение ненадолго. Таксы непоседливы, веселы, любознательны. Их маленькое сердечко открыто людям. Во-первых, она очень веселая, она подвижная, очень веселая, безумная. Любимица, выходим гулять во двор, это не оставляет равнодушным никого. Все любят, все соседи в восторге. Семья у меня, мы живем с мужем, у нас еще есть кот. Но словами будут описать эмоции и чувства, это сложно. Это просто нужно видеть, ощущать. Блэк Джек и Юста Бонни друзья. Она намного меньше, но старше, ей год и четыре. А он крупный малыш. Джеку всего лишь девять месяцев от роду. Но это не мешает ему галантно ухаживать за подружкой. Он такой ловелас. Он всех девчонок любит, девочек, девочек-собачек, девочек-девочек. Очень любит со всеми пообщаться, поцеловаться обязательно. Надо залезть на ручки и поцеловаться. Вот такой общительный мальчик. Мужчин, конечно, не очень, чтобы на него не пошли они. Он на них бурчит, рассказывает, что нет, я с вами не дружу. А так очень общительный, активный мальчик. В Джеке настолько сильно мужское начало, что даже в женский праздник его сердечко подсказало действия, на которые он подговорил живущего с ним в одной семье, старшего по возрасту Ротвеллера. На 8 марта утром вместе со старшим пошли мою маму будить. Причем сами пошли, раньше они такого не делали. Открыли дверь, зашли и начали ее целовать. Вот, добрым утром, мамочка, с 8 марта. Собаки вообще любят праздники. А хитрая маленькая колбаса, как часто называют такс, особенно. Ведь то, что нельзя сделать из-за мелкого роста в обычный день, хорошо удается в семейное застолье, когда внимание пирующих явно снижено. У мужа был день рождения, собрались гости. И сидели-сидели, ну у нас сразу мы со стола не кормим, то есть у нее отдельное питание, все со стола не кормим. Но она умудрилась залезть на диван, и пока отвлеклись, картина Репина была. Она аккуратно-аккуратно вылезла на стол, и поймали ее на горячем, у нас даже есть фотография, она пыталась украсть сыр. И когда она поняла, что ее заметили, это, значит, сыр в зубах, невинный взгляд, я так и выплюнула его. И так же плавно она вот так вот сползла под стол, и сказала, это не я, это не я. Все, что связано с едой у охотничьих собак, вообще больная тема. Столько, сколько может съесть, например, спаниель, сеттер или лабрадор, в жизни не влезет ни в одну собаку на свете. Поэтому гурманство и у такс в почете. Первое время у нас была дикая проблема, потому что мешки с кормом откапывались, доставались, мы переедали, потому что дикое желание кушать постоянно. Только вот буквально месяц назад он перестал активно кушать. А так все время приходилось его держать на диете. Если он там пережрал, то на следующий день он сидит на кефирчике, потому что очень-очень много кушал, и постоянно пытался у всех выпросить эти очаровательные глазки, когда она начинает смотреть на кухню и делать, ну покормите меня, я ж сутки не кушал, росинкой питался. Ну, так, сейчас уже отошли от этого. Но раньше было просто дико по еде. Может, тому виной мужская, да еще и охотничья сущность, а может, старший товарищ по семье Ротвиллер, потому как конкуренция. Хотя вот у Юсты Бонни таких проблем нет. Опять же, может, из-за нежной женской трепетной души. И это, несмотря на конкурента кота. С котом прекрасно ладит. Он у меня дома, он не гуляет. Маленькая, когда была, он ее и вылизывал. Спят они вместе, если днем. Ночью, конечно, спит с нами, не без этого. Это на подушечке, все как положено. Да, охраняет, охраняет. Любит охранять, никого не подпускает. Ревнует очень сильно меня. Она как-то вот именно моя собака. Потому что, как правило, собаки выбирают себе все-таки. Не мы их выбираем, они нас выбирают. То есть у них есть лидер какой-то. Вот я для нее авторитет. Да собаки ради этого и живут. Любить своих хозяев. Нет преданней и понятливей на свете существа. Даже если у пса плохое настроение или самочувствие, он все равно будет тебе радоваться, словно сто лет не виделись. Приходишь домой с работы, уставший, все, тут такой бегает, прыгает, скачет, радуется. Уже так сразу позитивно. Все хорошо, сразу же такой вот позитив и энергия. Субтитры сделал DimaTorzok Кто еще не успел завести себе хвостатого друга, присмотритесь. Это Масяня. Малышке порядка трех месяцев от роду. А когда ей было вдвое меньше, с ней случилась беда. То ли кто-то выкинул, то ли лишилась мамы. Но в трескучие январские морозы щенок оказался на улице совершенно один. Забившись во дворе под машину, Мася плакала в голос, на который и пришла ее спасительница Ирина Чердынцева. Мама четверых мальчиков. Хозяйка симпатичной собаки и защитница обездоленных, коих сейчас в семье на передержке. Аж три хвоста. Один из них и принадлежит Масяне. Забрали к себе, обогрели, накормили, обработали. Вот теперь очень хотим найти ей хозяина. Главное в этой семье не только подобрать и обогреть несчастное существо, но еще и подготовить приданное, с которым и отдавать не стыдно. Собачка, когда попадает к нам в дом, мы стараемся сразу щеночка обрабатывать. Обрабатываем от блох, от глистов. И через две недели, когда две недели собака пожила в одной какой-то обстановке, уже у нее там все сложилось привычное, можно прививать. Так что Масяня у нас уже с паспортом. И вот барышня на выдане с приданным. Скажи, чистенькая, хорошенькая. Масяня очень нежное существо. Она застенчива, доброжелательна, немного растеряна. Но это больше было обусловлено нашим появлением. Мася просто не могла понять, почему незнакомые люди направляют на нее страшную штуку. Чего хотят? Впрочем, очень скоро уяснив, что угрозы нет, перестала опасаться. И опять превратилась в веселого ребенка, развящегося с любимой игрушкой. Ребенок, она и ребенок именно такой, и очень она трогательная девочка. Очень вот такой, настолько у нее характер, она не наглая, она не вредная, не противная. Вот у нее действительно просто вот такой хороший девичий детский характер. Очень хорошая, в еде непривередливая. Кушает она все, ну, то, что надо щенку. То есть мы даем кашки, мясо, молочное, яйца, то, что необходимо для роста, чтобы шерстка была хорошая, зубки, чтобы была здоровая и хорошая девочка. Все, что положено в рационе. Внешний вид у Масяни действительно замечательный. Сразу видно ухоженную собаку. Семья, которая возьмет Масю к себе, будет счастлива. Будущий хозяин Маси получит очень верное существо, преданное, очень ласковое, очень нежное. Я думаю, что масса удовольствия будет. Она хорошо играет с детьми, она очень шаловливая, как ребенок, непосредственная. Ей нравится играть в мячики, мягкие игрушки, ну, как ребенок. Большое удовольствие будет гулять вместе, получать какие-то новые впечатления. Я думаю, что очень, очень хорошая собака будет дана в руки. Пошли, 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 пошли. Пошли, 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 пошли со мной, со мной, со мной, со мной, со мной. А это еще одна временная составляющая многодетной семьи Чердынцевых. Алиса – красавица собака. Шерстка очень шелковистая, глазки у нас как карандашиком подведены, как у восточной красавицы. Да, вот такие мы красивые девочки. И очень собачка умная. Скажи, я все-все знаю и понимаю. Все нельзя, все можно. Да, умница. От переизбытка чувств перемещается, словно ртутный шарик. Хвост иногда догоняет нос. Ей уже порядка трех лет, но ведет себя словно щенок. Ластится, играет, готова обнять весь мир, лишь бы любили. Просто Алиса уже хорошо знает цену жизни. С Алисой мы познакомились весной, когда ее, видимо, выкинули с щенками. Четыре щенка очаровательных было. И на рынке ее пригрели, прикормили. Девочка охраняла рынок. Потом вот у Алисы было заболевание очень тяжелое. Аберация была очень рискованная. Ну, мы победили все болезни, мы поправились, мы отъелись. И теперь очень хотим попасть в дом, который будем любить и хранять. Она очень любит играться с детьми. Она такая шалунья. На улицу выходит с детьми гулять. Это она первая заводила во всех играх. Она бегает, она прыгает. Да, Алиса. Если тебе некогда уделять ей внимание, она будет тихо сидеть около твоих ног. Просто составляет тебе компанию. Не будет мешать. Потому что девочка очень умная и очень хорошая. Алиса – настоящая собака-компаньон. Обладая мягким, застенчивым характером, тем не менее, при необходимости, способна пойти на врага. Она, может быть, охранница. Она очень хорошо охраняет. Да, вот при всей ее материнскому отношению к ребенку в доме, она охранница очень хорошая. Ну, собственно говоря, как и нянька, которая гуляет с ребенком собаки. Да, вот она так. В отличие от Масяни, которая пока еще малышка, Алиса, как взрослая собака, прошла процедуру, позволяющую будущим хозяевам не переживать по поводу незапланированных вязок. Алиса у нас стерилизованная собачка. И полностью готова сопровождать ее будущее пристройство лечением, прививками. То есть все, что необходимо будет для здоровья в дальнейшем. Более того, Ирина приучила своих питомцев к правильному и удобному для будущих хозяев питанию. Уход за такой собакой не составит никакого труда. Проблем с едой нет. Естественно, я не даю ей кости. Но вообще никакой собаке кости не рекомендуют врачи давать. То есть мы на кашах с мясом. Каши очень любим. Алиса все ест. Она совершенно неприхотлива. Корм сухой любит, но тоже не злоупотребляем, потому что все-таки натуралка считается лучше для питания собаки. Так что мы все едим. На прогулке тоже не возникает никаких проблем. Алиса прекрасно знает поводок и при отщелкивании карабина бегает с удовольствием. Но стоит окликнуть, несется, сломя голову и с готовностью садится у ног Ирины. Для будущих хозяев Масяни и Алисы. Телефон 095-348-18-61. Если посмотреть решили матч футбольный вы с друзьями, а дорога до спортбара далека и нелегка, без собаки вы навстречу ни за что не отправляетесь, потому как путь обратный станет непреодолим. Продолжение следует...